Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня о редких автомашинах. Этот мой фильм о теперь уже вставшем редким в советском грузовике ГАЗ-53Б и о том, как он связан с советской люкс-автомашиной ГАЗ-13 «Чайка». Этот советский самосвал ГАЗ-53Б находится в неприлично хорошем состоянии. В руках умелого латвийского предпринимателя Яниса почти полувековой грузовик еще служит. ГАЗ-53 – советский и российский средне-тоннажный грузовой автомобиль, серийно выпускавшийся Горьковским автомобильным заводом с 1961 по 1993 год. ГАЗ-53 – грузоподъемностью от 3 до 4,5 тонн. Представить пейзаж советской улицы без ГАЗ-53 невозможно. Без него невозможно представить и советскую жизнь. ГАЗ-53 с последующими модификациями – самый массовый грузовик на территории бывшего Советского Союза. Общий выпуск составил свыше 4 миллионов автомобилей. Его рождение – процесс мучительный и трудный. После окончания войны любой новый грузовик был крайне необходим, потому что было много новостроек, да и в сельском хозяйстве нужны были новые автомашины. ГАЗ-53Б – это самосвал, серийное производство которого было начато 3 октября 1966 года Горьковским автомобильным заводом. Самосвальное оборудование выпускали на Саранском заводе автосамосвалов. Расход топлива ГАЗ-53 составляет 25 литров на 100 километров. Грузовые автомобили семейства ГАЗ-52-53 до 1993 года экспортировались в Польшу, Чехословакию, ГДР, Румынию, Венгрию, Югославию, Финляндию, Кубу, Монголию, Вьетнам, Лаос, Корейскую Народно-Демократическую Республику и Болгарию. А вот двигатель ГАЗ-53 пришел от советской люкс-автомашины ГАЗ-13 «Чайка», которая дебютировала в 1958 году, всего было построено 3179 автомобилей. ГАЗ-13 «Чайка» был оснащен сильным 5,5-литровым двигателем с 4-цилиндровым карбюратором, модифицированная версия которого позднее использовалась на грузовике ГАЗ-53 вместе с другими частями «Чайки». «Чайка» известна своим стилем, напоминающим американские автомобили Поккарт. «Чайка» в то время принадлежала многим министрам, первым секретарям обкомов, богатейшим людям Советского Союза. Санитарный вариант ГАЗ-13С с кузовом «Универсал» выпускался на заводе «РАФ» в Латвии в 1973-1982 годах. Было выпущено примерно 20 автомашин, из которых сохранилось 12. Санитарная модификация «Чайки» использовалась в гараже особого назначения Кремля для обслуживания Министерства здравоохранения. А вот нашему самосвалу очень повезло остаться в живых. ГАЗ-53 во всех его модификациях выпускали очень долго – 32 года, и он стал самым массовым советским грузовиком. За это время успели построить больше 4 миллионов машин на этом шасси. Но сейчас живых газончиков почти не осталось, так что покататься сейчас на «Исправном ГАЗ-53» – это большая удача. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я вам расскажу еще много интересного. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...